Сегодня у нас 29 сентября, вот второй день продолжаем шкурить заостренные наши вот эти вот сваи. А он когда пошел, дорогой-то еще обернулся, рукой помахал и говорит, госпожа, говорит, а если я мучеником, буду я мучеником, ты мои мощи посчитать будешь? Она говорит, иди, иди, пьяница, засмеялась и все, ну он приехал, ну сказали, там, говорит, на площади сегодня христиан будут кольжить, он пошел, а он не один со слугами, слуги остались в гостинице, он ушел, и вот его нет, и нет, и нет, ну они, говорит, загулял опять где-то, ну слушай, тут нашел женщину легкого поведения есть, ну неисправимый, говорит, такой. А он пришел в это время, там казнят, и он видит, запрашивает, а эти люди-то хорошие, и он тогда вышел, кого вы казните, этот свет нашей нации, сколько бы добра они еще сделали, эх вы, люди беззаконники, а кто такой? Да он из какой-то провинции, казните его, чтобы заразу христианскую не развозил, ну его голову отсекли почти, она так, на ниточке. У нас сроки-то пошли, когда, и давай спрашивать всех, не слыхали, не видали, тут где-то рыжеволосые, так, а сегодня какого-то рыжеволосого казнили, ну этого, нашего там не хватит, он век никому не нужен. Пришли, а он и лежит, и когда они подошли на него смотреть-то, а он улыбнулся им, ну они его тогда со всей почестью отвезли госпожа, и она его там оказала мощам, великое почтение. Вот такая вот география. Люба, сходится? Да. Я не знаю где-то, я-то по Дмитриру Ростовскому рассказываю. О, вот иди я расскажу, как надо правильно положить. Посмотри. Ну, допустим, вот, я беру, тут уже не очень крупные остались. Это вот она у нас, ну, примерно 2 метра. Метер 70. Да, примерно 2 метра. Вот мы сделали тут повыше у меня тележка обыкновенная. А тут козлики, козлики врытые в землю. Вот они. Вот это, чтобы туда не провалилось, я положил вот такое большое, вот толстое. А потом поднял, чтобы упереть можно было, доску поставил, видишь как? Вот. А когда пилить дрова будут, вот такой перебор, а это для пилки. Теперь я начинаю, как бы, от края, у меня руками. Давлю нож, нож должен быть большой, чтобы руками захватить. Обязательно в рукавичках. И вот так вот прохожу почти до конца. Все, черточка есть. Теперь я маленечко подворачиваю. И оставляю маленькую полоску вот здесь вот. То есть на полный нож вторую полосу делаю. Она кривая, поэтому выворачиваю. Вот так. Вот вторую полосу делаю. Это надо тоже знать, как быстрее это сделать. Вот, смотри. Надо снимать не эту бересту, а которая под берестой. А теперь вот эту вот, уже ножом, коротко. Вот смотри, как легко снимаются. Смотри, на какую ширину уже прошло. Смотри, видела? А потом я ее переверну, с той стороны возьму. Теперь, ну, она кривая. Я теперь снова локтем зажимаю ее, подмышкой. И опять, вот она пошел. Вот она. Вот, Ирина, смотри, когда начал. Другой-то нету. Вот, дошел. А теперь опять назад поворачиваю. И вот эту тоненьку, ну, несколько раз. Вот она легко ножом идет. И уже почти половина отстриг. Поэтому быстро. Мы, когда получил я эти кителя, военные. А они хорошие кителя, не прокусываем. А дальше вот так вот, вот так поднял ее, и вот. Ну и все. Это береза, свежая. Она на сваи не годится, но у нас другого нет. Поэтому будем ее смолить, и она все равно постоит сколько-то. И вот эти кителя с пуговицами, латунными, звездочки на них. Пятиконечная. Ну, мы, нам, во-первых, погоны все мы убрали. Патолетное училище расформировали здесь. Теперь там юридический, милицейский институт. На Ленин, на Комсомольском. А я там вел занятия когда-то. Занятия с курсантами. 475, кажется, курсантов было. Могу я ошибиться немножко. Вот. И мне дали там 70 кителей, 70 шинелей. Ну, сколько я сказал, сколько и дали. Потом дали эти разные коврики. Я не знаю, что-то еще давали там. Ну, отношения были хорошие с начальством, и они меня загрузили. Мы отвезли все это стиральное там, где... Где-то пращечная, городская. Все постирали. Но звезды остались. Они не сосируются. Что дальше? Я стал показывать, как звездочки эти спиливать напильником. Ну, на каждую звездочку где-то 5 минут уходит. Эта звездочка, она выступает, ее надо спилить. Если ты не пилил, не думай, что так просто. Ну, пилят все там 5, так и 5. Но нам надо так спилить, чтобы нас не видел никто. А храм уже построили. Я тогда сделал на верху, там, на потолке. Специально так, что куда-то зажимать можно, чтобы руками давить и убирать. Звездочку-то. А сам все это смотрю, что может делать, с какой стороны, как быстрее. Тоненькая дощечка, под пуговицы заталкиваешь, и она на дощечке. А дальше не видать. И у меня дошло, наконец, я стал сдирать эту звезду, ну, примерно 45 секунд. Ну, не в один день дошел до этого. Ребятишкам показал, лежу, только пыль летит. А тут был у нас один милиционер, дружинин Геннадий Петрович. Чуть ли не ровесник у него. Пошел на пенсию, подполковник. Покосной-покосной такой мужик. Всякие жалобы стал писать в прокуратуру. Кого-то мы ограбили. Какие-то ожерели, снимали с кого-то. И эти объявления стал развешивать в Барнауле. Это вообще никуда не годится. В университете, где я вел занятия, ну, я подал на него в суд. По статье 129-й клевета. И нигде ничего, конечно, не могли доказать. Этого и не было. И он пишет. Лапкин достал китеряне, известно, каким образом, военные. И у него свое, как бандформирование. Я такие порядки в районе навожу. А носят-то ребятишки. И она хорошая, что комары не прокусывают. Вот что. Они оденутся, как солдаты швейки. Ему доказать ничего. Он ничего не мог доказать. А там был тогда в МОП, кажется, начальник майор Сметанин Юрий. Ну, я на него вышел. А я вел занятия во всех отделах милиции. Пять отделов. Городской и краевой. А это практически охват всех офицеров. Да. Ну, и его в суд. А он в Октябрьском районе был. А ему дружок, прокурор района Широких. И он раз и дело отменил. А у меня дружок, прокурор края. Пороскун Юрий Федорович. Я ему написал. Этого Широкого сразу сняли с должности. Прокурор один полетел. Дальше следователь один берет. И тоже начинает ему подыгрываться. Я опять. Этого следователя убрали. И, наконец, дают следователя, который стал расследовать. А не просто так, в один день. И она... Ну, повестка мне пришла. Я пришел, мы все разобрали. Еще же нет этого. Она говорит, а у вас можно так, чтобы вы в общине, где бываете, прийти и сами мне посмотреть, если это надо. Что за община? Я говорю, пожалуйста. Когда, во сколько, я сказал. И она пришла с сыном. Молодая женщина. Ну и когда она выходит, я говорю, подождите, вы же пришли побеседовать с кем-то. Я сказал, кого-то выберите и побеседуйте. А она, оказывается, психолог. Психологический там факультет заканчивали какой-то. Он говорит, а зачем мне это нужно? Я вижу, вот одна большая дружность с именем. Я у нас обед как раз был. Ну, они беседят, все поют, веселые, радостные. И она говорит, а моего сына в лагерь возьмете? То есть они как бы против, а на самом деле все мне помогали. Ну и вот, засыпили. А дальше уже... Которая следователь вела это дело, она мне звонит. Вечером поздно. Ваш противник, говорит, выбросил белый флаг. Я говорю, а как? А сейчас, говорит, я позвонила ему и сказала прийти... Показания дать. А он-то не привык показания давать. Он как закричал, видно, выпивший был. Люда! Это у него вторая жена. А умерла или еще там? Люда! Иди сюда, корова там! Что ты стоишь? Меня забирают совсем. То есть он на него паника напала. И он здесь по Теряевке потом был. Прибежал к нашей дусе, вот сюда вот, где мы сейчас находимся. И говорит, помогите мне, спрячьте меня. Игнатий меня убить хочет. Ищет по деревне. Он говорит, он в Барнауле у него здесь. Я его сейчас только видел. То есть он рехнулся совсем от страха. Ну, а я вел занятия в Ленинском отделе, где он раньше служил. Спросил, говорю, а вы знаете такой? Ну, как знаем, говорит. Такой же. Малышник такой был. Везде какие-то жалобы, все было. У него и друзей никого нет. На пенсию пошел. Он и на пенсию пошел. Вот это Южный Пруска. Я два бульдозера нанял. Привезли, разгрузили. Я заплатил все. А он услышал. Надел китель. Пришел туда, встал перед бульдозерами. Работать нельзя. Там может на дне стратегический кабель. В нашем болоте стратегический кабель на дне болота. Ну, а что? Отстать его не стали. Они развернулись и уехали. Два бульдозера. И вот этот, что сейчас Южный, который прут, тогда был у меня раз в 10, наверное, больше по размеру. Тогда деревьев не было. И старый вал так и остался. Мы уже его сделали. Крут давно был бы сделан. Он разбил. А потом, когда увидал, что уехали в бульдозера-то, у него то ли протрезление, или еще он прибежал к нашей матери и говорит, Мария Егоровна, тебе сейчас что сделал-то? Игнатий там бульдозера вызвал. А тут кто-то корову, кажется, заколол. Денег-то тогда совсем не было. Наверное, черт меня попутал. Черт меня попутал. Ну и все. Суд-то еще не идет, а следующее идет. И кто-то, какой-то там кто-то прекратили следствие. Они обязаны меня уведомить. Они меня не уведомили. И ровно на 40-й день он умирает. Инсульт. 40-й день. Как они отменили? А я в Потеряевке, знать еще не знаю. Она потом приехала. Вот эту глиняную-то холубку. А никто не берет. Ее на меня послали. Она приехала, я на рыбачил. Мы позвонили, взяли, я говорю, за что будет. Ну, а куда ее девать? Я ее наплатил и купил. Каким образом у меня вот эта гостиница оказалась. Ну, еще у нас. Сегодня у нас поменьше маленько. Там, Никита, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, вообще, столько же почти. С той стороны вокруг лица, чтобы были видны. Ну, да, все, стоп. Ладно, кто-то уже потом на пенсию вышел. И что-то уже все это. Полученное куда-то, что-то не обеспеченнее. А вообще, это же, для мать этого военного. Военную. Да, да, да. Пристал. Примечай. 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 Примечай.